Сегодня о деньгах. Точнее о том, что можно с ними делать, если денег нет. Сначала нужно их откуда-то получить. И первое, что приходит в голову, деньги можно заработать. Заработать. Значит, получить за работу. Зарабатывать, заработать. Когда человек работает, он обычно зарабатывает деньги, получает деньги за работу. А если человек не заработал деньги, а получил их от другого человека, который умер и оставил ему деньги? Мы говорим, что человек получил деньги в наследство или унаследовал деньги. Например, человек заработал какие-то деньги. Что он может с ними сделать? Ну, во-первых, он может их потратить. То есть, что-то на эти деньги купить. Тратить, потратить. Если у человека были деньги, и он их потратил, то у него нет денег. Каждый раз после того, как человек тратит деньги, у него становится меньше денег. Когда человек тратит деньги, он обычно за что-то платит. Например, человек потратил деньги на продукты. Он заплатил за продукты. Платить, заплатить. Есть ещё глагол оплачивать, оплатить. Платят за что-то. Например, человек заплатил за продукты. А оплачивают что-то без за. Например, человек может заплатить за проезд и может оплатить проезд в автобусе. Документ обычно оплачивают. Например, можно оплатить инвойс, счёт. А если вы покупаете какую-то вещь, то вы за неё платите. Мы платим за покупку или оплачиваем покупку. А может быть, человек не хочет тратить деньги, потому что он хочет потом что-то купить. У него сейчас недостаточно денег, чтобы это купить. Сейчас ему не хватает денег, чтобы это купить. Поэтому он не тратит деньги, а копит деньги. Он хочет накопить побольше денег и купить то, что ему нужно. Копить, накопить. Копить значит экономить деньги, чтобы их стало больше. Обычно человек копит на что-то. Копит на что-то. Это значит, что сейчас он деньги не тратит, чтобы у него стало больше денег. И в результате он смог что-то на эти деньги купить. Например, если человек копит на машину, это значит, что он не тратит деньги сейчас, потому что он хочет купить машину, когда у него будет достаточно денег. Он хочет накопить на машину. Иногда говорят, что человек откладывает деньги. Откладывает – это то же самое, что и копит. Откладывать и копить – это почти синонимы. Экономить деньги – это просто тратить немного. А копит деньги обычно на что-то, чтобы денег стало достаточно для того, чтобы потом это что-то купить. Как человек может копить деньги? Конечно, он может хранить деньги дома, держать деньги дома. Иногда мы говорим «хранить деньги под подушкой» или «хранить деньги под матрасом». Это фразеологизм, идиома. Конечно, на самом деле никто не кладёт деньги под подушку или под матрас. Куда-нибудь в другое место кладёт, наверное. Но если человек не хранит деньги под матрасом, то он хранит их в банке или держит их в банке. В банке. От слова «банк», а не от слова «банка». Если у человека есть деньги в банке, то у него есть счёт в банке. Деньги можно положить на счёт в банке, а можно снять со счёта. Пласть, положить деньги на счёт. Куда? На счёт. В банк. Снимать, снять деньги со счёта. Откуда? Со счёта. А если, например, вы хотите, чтобы деньги попали на другой счёт, то деньги можно перевести с одного счёта на другой. Вы, наверное, знаете, что если у вас деньги в одной валюте, а вам нужны деньги в другой валюте, вам нужно обменять деньги или поменять. Например, обменять или поменять доллары на рубли или наоборот. А что такое разменять? Например, у вас есть банкнота или купюра 5000 рублей, а вам нужны более мелкие банкноты. Например, по 1000 или по 500 рублей вам нужно разменять 5000 рублей на более мелкие банкноты. То есть поменять одну бумажную банкноту, например, одну купюру, на несколько более мелких. Или, может быть, разменять купюру на монеты. Это были глаголы, которые часто используются. Какие ещё глаголы можно тут вспомнить? Например, можно деньги во что-то инвестировать. Мы ещё говорим «во что-то вложить». Например, вложить в какой-то бизнес или в какую-то компанию. Если у фирмы деньги в банке, а фирме нужны наличные деньги, то есть банкноты или купюры, то мы говорим, что фирме нужно обналичить деньги. Обналичивать – обналичить. Давайте повторим глаголы, о которых я сегодня рассказывала. Зарабатывать – заработать. Например, он много работал и заработал много денег. У него хорошая работа, он хорошо зарабатывает или много зарабатывает. Тратить – потратить. Он очень много тратит на одежду. Платить – заплатить. Он заплатил за учёбу в университете. Оплачивать – оплатить. Он оплатил учёбу в университете. Экономить – сэкономить. Он экономный человек. Он всегда экономит деньги. Попить – накопить. Он очень хочет купить квартиру. Он копит на квартиру. Он хочет накопить на квартиру. Класть – положить деньги на счёт в банке. Снимать – снять деньги со счёта. Переводить – перевести деньги. Клиент перевёл деньги на счёт фирмы. Разменивать – разменять деньги. У меня 5000 рублей. Можете разменять по 500 рублей. И напоследок задам вам два вопроса. А отвечу на них в ближайшие дни. Специально сделаю маленький видеоролик. Готовы? Слушайте. Первый вопрос. Что такое бросать деньги на ветер? И второй вопрос. Что значит транжирить? Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова